Синий мяч вы мне дали? Не знаю, почему-то в памяти сидит вот этот синий мяч, как я с ним ходил, стучал. Не помню, на самом деле, откуда он прям взялся, но я помню, что вроде Игорь Максимович мне его подарил. Я помню, еще делали эту форму, такую синий визорс, я тоже не помню откуда она, и кроссовочки. Визорс, который вот на фотографии ты видел, вот когда маленький был, да? Да, и кроссовочки еще были, я не помню, первые, наверное, баскетбольные, потому что игра вначале таких вот, не знаю, как все, наверное, начинали, в кедах таких. Приходит Бер, мы с ним начали знакомиться, с детьми и с ним. И первое, говорю, ну, молодой человек, как вас зовут? Дуду Павел Беджамин Корнилюсович. Я говорю, вы погромче скажите, чтобы все детки слышали, это же очень, ну, надо же познакомиться. Дуду Павел Беджамин Корнилюсович. Я говорю, вот все слышали, как тебя зовут, и как с тобой будут дружить, и как общаться, и как будет играть наша команда. Светлогорск очень спортивный город, и, ну, здесь именно кузница была, маленькая кузница Белоруссии. Здесь и мастер спорта международного класса Валерий Дайнека, и мастер спорта международного класса Светлана Дайнека. Здесь лично со мной вы видели фотографии Андрея Клеймис. Тоже начинали они, вот как и Бен, с маленького возраста. Они тренировались, получали язык, более становились фанатами этого вида спорта. Я думаю, что и знаю, трудолюбие, это обязательно, любого уровня спортсмена, любого вида спорта, это трудолюбие. Потом он должен, как губка, впитывать все предложения, все упражнения тренера. Он должен слушать тренера, чтобы услышать свои плюсы и услышать свои минусы именно в нашей объединяющей виде спорта баскетболе. Ну и конечно качество, качество дружбы команды, баскетбол это командная игра. Здесь за более секунды изменяется очень много действий, очень много моментов. Должна быть и решительность, и взрывной должен быть характер. И должен, как говорится, ну вот как спортсмен, как спортсмен, он в ситуациях быстренько принимать решения. Это есть или должно быть? Это будем развивать. Будем развивать. Где-то может быть два года, может чуть меньше, чуть больше. И потом передавал более опытному тренеру, более старшему тренеру. Я концу молодежи. Все эти дети, которые у Игоря Максимовича, там Володькин Кирилл, был Бен, они пришли ко мне. И у нас после этого пошла плодотворная работа, подбор игроков был классный. И вообще этот набор был 91-го года один из лучших у меня за 45 лет моей работы в баскетболе. Первую республику мы выиграли в Могилеве, заняли первое место почти чисто своей святогорской командой. Чемпионами страны стали. Тогда нам дали призы, такие сумки большие, хорошие. Эта сумка у меня до сих пор, я с ней езжу, это уже прошло. Бен был в классе шестом, наверное. С тех пор еще у меня эта сумка. Всем по сумке дали. Бен делает свое дело. И чисто по человеческим качествам. И когда был в школьном возрасте, когда маленьким был, его ребята уважали, он был лидером, к нему тянулись, дружили, дружба была. То же самое сейчас, когда уже стал мужиком, вот эти вот качества, надежность. Я бы Бен охотеризовал бы, наверное, одним словом, как воин и все, что присуще человеку с таким темпераментом. Он суперскромный, выносливый, терпеливый, преданный. И вот это все как бы по чуть-чуть формирует его как такого игрока, которого ты всегда хочешь иметь в своей команде. Как меня выбрали, как мне рассказывали, как мне тренер рассказывал Вергун, как правильно надо играть, как передачи отдавать, как правильно мяч вести, особенно выпады, ну всякое такое. Мне это очень понравилось. И наконец-то я вживую увидел, это был самый мой лучший день. Субтитры создавал DimaTorzok